Каждого из нас природа наделила отметинами на теле разного цвета и формы. Одни с нами с рождения, другие появляются в течение жизни. С древности считается, что по виду и расположению родинок можно многое сказать о характере и судьбе человека. Так, например, светлые родинки обещают счастье, а чёрные готовят к трудностям. Всеобщая любовь, ошеломляющий успех ожидает женщину с родинкой около рта. Мерлин Монро, Никит Эйлер, Синди Кроуфорд. Многое могут родинки рассказать и про здоровье. Китайские врачеватели, например, связывают появление родинок с различными нарушениями в работе организма. Обычно родинка является проявлением застоя энергии на определённых меридианах, которые обозначают тот или иной орган нашего организма. Например, если не проходил меридиан печени, то могут появляться родинки на этом меридиане. Допустим, женщины в результате какого-то психоэмоционального потрясения могут появляться различные пятна, различные родинки. Многие думают, что удалив родинку, можно изменить свою судьбу и даже избавиться от болезни. Для начала необходимо установить причину появления этих пятен и затем уже приступить к лечению. То есть в зависимости от причины заболевания находят и разные пути их решения. Так как китайская медицина приверженец натурального использования препаратов, растительных препаратов, то человек использует чаще всего китайские отвары, которые устраняют причину появления этих родинок. В Китае существует такое же поверье, особенно это касается родинок, которые даны нам от рождения. Считается, что они программируют человека на определённую судьбу. И поэтому есть люди, которые прибегают к методам удаления этих родинок, если они предвещают что-то дурное в вашей жизни. А я и не предполагал, что родинки так важны. Теперь буду обращать на них внимание. Да, обращать внимание на родинки необходимо, потому что их видоизменение может говорить о наличии серьёзного заболевания. И об этом прямо сейчас. Здравствуйте. С вами программа «Докторы» и мы её ведущий Кирилл Рацак. И доктор Ирина Першина. Сегодня у нас в студии эксперт, профессор, доктор медицинских наук, онколог Лев Демидов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Лев Вадимович, то, что за своими родинками нужно следить, не вызывает ни у кого сомнений. Всё же, на какие моменты нужно обращать внимание? Это правило А, Б, С, Д. Расшифруйте. Могу. Для этого мне нужно подойти. Значит, всё русскими буквами. А, Б, С и Д. А будет означать симметрию. Вы посмотрите на ваш объект, который вы хотите, так сказать, проверить. И проведите вот такие две черты. Если вы увидите, что всё примерно одинаково, это значит симметрично. И всё нормально, да? И всё. Ну, это по критерию А. А, да? Дальше у нас идёт Б. Это бордюр. Что такое бордюр? Это неправильные вот края образования. Кое-где их может вообще не быть. Край становится расплывчен, например, вы это замечаете. На это стоит обратить внимание. Край стоит обратить. Совершенно верно. С – это цвет. Важно, чтобы был не монохром, а полихром. То есть несколько цветов. Коричневый, светло-коричневый, тёмно-коричневый. Вот три цвета, да? Подождите, а у этого одной родинки должно быть три цвета? Может быть. Может быть. Это хорошо или плохо? Чем больше цветов, тем хуже. Тем хуже. Всё, теперь понятно, да. Д – это буква содержит в себе несколько элементов. Диаметр, ну, где-то в пределах шести миллиметров. То есть подчёркиваем этим самым, что образование маленькое, а вот если оно сильно больше, то, может быть, оно не просто так случайно стало большим. Поэтому второй смысл D – это динамика. Динамика роста. Есть ли рост или нету. И есть ещё и третье значение D – это дерматоскопия. Это дополнительное исследование, которое мы делаем, усиливая наш глаз, вот с помощью такого прибора. И он позволяет увидеть внутреннюю структуру. И по этой внутренней структуре я вижу так называемую пигментную сеть. Это говорит, что это пигментное образование. Не вижу пигментной сети. Это может быть другое образование, например, гемангиома. Это совершенно разные вещи. И мы дифференцируем одно от другого. Ну и так далее. У нас в студии есть две девушки, которые обеспокоены наличием у них родинок. Может быть, вы посмотрите и проконсультируете их. Стоит ли опасаться? С удовольствием, конечно. Давайте посмотрим. Добрый день. Добрый день. Меня беспокоит вот это родимое пятно. Совершенно очевидно, что это врождённое. То, что врождённое – это значительно менее опасное, чем приобретаемое. А человек часто приобретает родинки во взрослой жизни. Существует несколько пиков, когда это может происходить. Возрастных пиков. Один из них – это где-то период созревания человека – 17, 20, 25 лет. Второй пик – это когда человек входит в зрелый возраст, после 40. Поэтому для нас важно, если это родинка приобретаемая, приобретённая, тогда за ней надо смотреть. По этим правилам. Но по правилу А, Б, Ц, Д у нас Д не проходит. У нас только Д не проходит. Но, если вы помните, я сказал, Д – это ещё и динамика. А здесь никакой динамики нет. Если я посмотрю в этот прибор, я увижу совершенно нормальные структуры, которые меня абсолютно не испугают, а просто будут подтверждать то, что мне и так ясно. То есть Анне беспокоиться по поводу своего родимого пятна не нужно? Абсолютно. Прекрасно, Анна, я вас поздравляю. Спасибо. Ещё одна девушка у нас есть. Хорошо. На самом деле тоже ничего страшного я не вижу. История немножко другая. Допускаю, что это образование существует тоже очень давно. Можно сказать, с рождения, не с рождения, но появилось в раннем детском возрасте. И это опять же говорит в пользу того, что здесь ничего страшного нет. Хотя здесь есть папиломатозный компонент, никакого отношения это образование к онкологическому не имеет. И к меланоме в том числе, естественно. Поэтому обе наши девушки могут успокоиться. Могут успокоиться и, в принципе, ничего не делать. Многие люди считают, что если родинка большая, некрасивая и покрыта волосками, то это страшное образование. О чём вообще говорят волоски на родинке? Как правило, это внутридермальные так называемые невусы, где наличие волос – это как бы их естество. И эти внутридермальные невусы не имеют никакой склонности к перерождению. А есть ли у человека очень много родинок, то есть вот по всему телу они? Есть такие люди, и называется это диспластический невусный синдром. Его наличие, оно содержит в себе определённые риски для заболевания онкологического, для меланомы. Поэтому такие люди, в принципе, должны очень внимательно следить за своими родинками. Они делать должны, ну, такое условное кардографирование. То есть должен быть хороший фотограф, который снимет вот… Всё их тело, и спереди, и сзади. Совершенно правильно. Потому что только такая практика даёт возможность смотреть, будет ли буква «Д» у нас работать или не будет, да? Будет ли появляться асимметрия? И раз в полгода они это должны делать, понимаете? И только на основании того, что что-то появилось, выносится вердикт, надо удалить. А вот профилактически всё не надо удалять, и это такой практики тоже нету. И это невозможно. И это невозможно. Лев Вадимович, на данный момент современная медицина располагает множеством различных методов удаления невусов. Какие методы вы считаете наиболее современными и перспективными? Вы знаете, я как онколог должен говорить только об одном методе. Это удаление, ну, грубо говоря, скальпелем, потому что всё, что мы в онкологии удаляем, мы подвергаем гистологическому исследованию. А это золотой стандарт нашей диагностики. То есть, несмотря на эти дополнительные приборы, окончательный диагноз – это только гистологическое заключение. Значит, если вы захотите что-то удалить у кого-то и возьмёте коагулятор какой-то там, да, поверхность образования повредите сильно, прижжёте, она подвергнется… Не может полностью испариться. Подвергнется деструкции. И тогда у нас не будет вообще никакого диагноза. У нас не будет материала для того, чтобы мы направили в лабораторию. Скажите, а каждую удалённую родинку надо отправлять на исследование? По идее, да. Вы меня сейчас очень сильно расстроили, потому что я пришёл в медицинский центр, который удаляет родинки, я показал, они говорят, нет, без проблем, мы срежем, и всё, лазером, и всё. Что мне сейчас делать? И таких, я думаю, много людей, которые просто пришли в обыкновенный косметологический салон и… Продолжать наблюдать за оставшимися родинками. Смотрите, смотрите, во-первых, я вас успокою и скажу, что всё-таки это нечастое заболевание, да. Но вот если говорить о нашей статистике, то… Меланома, вы имеете? Меланома, то у нас заболеваемость, она высчитывается на 100 тысяч населения, 6 человек на 100 тысяч населения. Или скандинавские страны, там заболеваемость в три раза больше. Почему? Потому что короткие миграционные вот такие вылазки на моря, то, что началось 50-30 лет назад в этих странах, и то, что у нас последние 20 лет происходит, приводит к тому, что человек получает большие дозы ультрафиолета, обжигает кожу, и в конечном итоге это приводит к заболеваемости, к повышению заболеваемости. Что вредно? Вредно получить солнечный ожог. Вот это очень вредно. Причём это вредно и для взрослого, и для ребёнка. То есть ожоги, полученные в детском возрасте, реализуются во взрослой жизни вот в такие заболевания, когда проходит больше 10, то и 20 лет. То есть это обгоревшая кожа, которая была в пионерском лагере, она потом аукнется спустя. Поэтому очень важно не переборщить. Пожалуйста, загорайте, но не обгорайте, и всё будет хорошо. А если, например, женщина собирается провести себе какую-то косметологическую процедуру, ну, например, поставить там мезонити, нити красоты, может ли наличие большого количества родинок насторожить косметолога, которому она пришла? Ну, вообще-то, косметолога это может насторожить. И он, наверное, тогда вправе поговорить с этой женщиной и, возможно, даже сказать, а не хотите ли вы сходить к онкологу, потому что мне не нравится что-то вот в этой, например, родинке, да? А потом уже принимать решение в отношении вот этих вот нитей. Лев Вадимович, спасибо вам огромное за такой интерес.